Николай Николаевич Миклуха Маклай родился 17 июля 1846 года в селе Языково-Рождественское, Воровический уезд, Новгородская губерния в семье железнодорожного инженера. Его прадедом был запорожский казак. Когда семья переехала в Петербург, Николай после окончания учебы в гимназии посещает лекции на физико-математическом факультете Петербургского университета. Оттуда он был отчислен и будущий этнолог уезжает на обучение в Германию, поступив в Гидельбергский университет. Но уже через год Миклуха Маклай понимает, что хочет заниматься другим и переводится в Лейпцигский университет на медицинский факультет. Позже снова меняет место учеба, на этот раз в Янском университете Николай изучает анатомию животных. Закончив обучение и совершив путешествие по Красному морю, он в 1869 году возвращается в Россию, где начинает заниматься научной деятельностью. Первым крупным путешествием стало путешествие на военном корабле под названием «Витязь» в Новую Гвинею, где он целых два года изучал быт папуасов. В ходе длительных наблюдений у Миклуха Маклая развелась анемия и истощение, отчего он был вынужден отбыть в Сингапур для лечения. Из-за плохого финансового состояния Николай Николаевич перебирается в Сидней и поселяется у российского консула. Позже он живет в английском клубе, а потом перебирается к Ув Маклею, известному ученому зоологу. Николай Николаевич предлагает идею создания австралийской зоологической станции и в сентябре 1878 года было начато строительство станции. Она получила название морской биологической станции. В 1882 году ученый возвращается в Россию и планирует строительство морской станции и русского поселения в Новой Гвинеи для исследований. Но Александр отказал ему. Год спустя Николай Николаевич покидает Россию и возвращается в Австралию. Там он женится в 1884 году на Маргарите Робертсон, дочери богатого землевладельца и политика. В 1886 году он опять возвращается в Россию и опять просит аудиенции у Александра касательно предыдущих планов. Но получил вновь отказ. Измученный многочисленными путешествиями и исследованиями, изношенный организм ученого дал слабину. И 2 апреля 1888 года он умер в клинике Санкт-Петербурга.